Как предотвратить отставание по срокам строительства спортзала в школах? Этому вопросу посвящено заседание профильного комитета, которое провел в Северском районе председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры, делам семьи Виктор Чернявский. Для проведения заседания школа номер 4 поселка Афибский выбрана не случайно. Здесь уже выполняются работы по строительству универсального спортивного комплекса. Эта школа основана в 1883 году и имеет богатую историю. В 2003 году основной корпус школы после капитального ремонта приобрел вид прекрасного современного здания. Но вот спортивного зала здесь никогда не было. Только в этом году удалось школе включиться в краевую программу по строительству быстро возводимых спортивных залов. Софинансирование составило 10 миллионов рублей с краевого бюджета и более 6 миллионов из районного. В сроке сдачи объекта представители власти края и района обсудили с подрядчиком. Далее состоялось совещание, в котором приняли участие представители регионального министерства образования, науки и молодежной политики, органов образования 11 муниципалитетов, сотрудники технических служб отрасли и депутаты ЗСК. Такой мониторинг исполнения программы строительства школьных спортзалов позволяет выявить отставание по графикам исполнения. Губернаторам Кубани поставлена задача строительства спортзалов 14 школ, где они отсутствуют. Депутатами инициатива поддержана. Средства, выделенные в бюджете на эти объекты, необходимо освоить до конца года. Поэтому на встрече обсудили вопросы с теми муниципалитетами, в которых есть проблемы по срокам строительства. С ними отрабатывается индивидуальный пошаговый план действий. Также представители власти края осмотрели школу и встретились с учениками. Строительство спортивного комплекса в 4-й школе планируют завершить к 15 декабря. Фестиваль для юных казачат под названием «Край наш Кубанский» прошел в парке Станицы Северской. Организовал мероприятие «Казачий клуб Северского центра творчества». Клуб ведет свою работу уже третий год и собирает раз в месяц на заседание около 80 детей в возрасте от 8 до 12 лет. В заседаниях нашего клуба ребята узнают историю казачества, историю казачьих ремесел, пытаются сами делать подделки. Узнают историю костюма, быт казаков, историю кубанского войска. Частыми гостями на нашем клубе бывают священнослужители, представители нашего районного истаничного казачества. Эта работа очень важна сейчас и востребована в связи с возрождением казачьих традиций в нашем крае и патриотического воспитания нашей России. В рамках фестиваля для казачат организовали творческие площадки, на которых ребята показали свое мастерство в приготовлении кубанских блюд. С уверенностью ответили на вопросы исторической викторины, рассказали, для чего использовались казаками веретено, рушник, тыква, кубышка и другие предметы казачьего быта. В новом учебном году в казачьем клубе ребят классов казачьей направленности ждут встречи с интересными людьми, познавательные экскурсии по историческим местам, совместные праздники, мастер-классы и еще много других увлекательных дел и событий. А еще педагоги клуба планируют вести выездную практику проведения мероприятий в другие школы района. Атаман кубанского казачьего войска Николай Далуда не раз подчеркивал, что именно юные казачата – это и есть будущее края, дети, которым не безразличен завтрашний день Кубани и России. 9 октября в школах Северского района прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты школы. До одной из таких дискуссий мы побывали в школе номер 45 Станицы Северской. Со своими программами перед учениками выступали 5 кандидатов – Константин Букач, Ксения Голикова, Иван Иванков, Дмитрий Самидов и Родион Юрченко. Они рассказали обо всех нововведениях, ответили на вопросы соперников и избирателей. Выборы пройдут 15 октября, и впереди еще много работы, много нового и интересного. Школа – это маленькая страна, самостоятельное государство, и ей просто необходим президент. Тот, кто сможет представить ее на мероприятиях, отстаивать честь граждан-учеников, бороться против злостной неуспеваемости, оказывать всяческую поддержку и защиту общественной жизни школьников. В России через три года могут появиться первые электронные паспорта. В правительстве обсуждают постепенный переход с бумажных документов, удостоверяющих личность на электронные аналоги. Это позволит гражданину получить доступ ко всем госреестрам и госуслугам. Причем с электронным документом необходимость личного посещения отпадет. Один из вариантов внешнего оформления будущего паспорта – пластиковая карта со встроенным чипом. Начать переход на электронные паспорта планируют с 2021 года. Также сейчас ведется переход на электронный формат больничных листов, медицинских карт, паспорта транспортного средства и техосмотра. Часть страховых компаний перешла на электронное оформление полиса ФОСАГО. Не первый год в школах функционируют электронные дневники, а для магазинов стали обязательными электронные чеки. Все потому, что кто-то слишком много ест. Зверь ночью пытался залезть на частную территорию, которую охраняли собаки. Они загнали енота в пруд и подняли вой. Еноту ничего не оставалось, как взобраться на изгородь. Но или зверь был слишком упитанный, или расстояние между перекладинами слишком узким. Самостоятельно зверек выбраться из ловушки уже не смог. Енот просидел бы на изгороде до утра, если бы не местный житель. Он отогнал охотничьих псов и помог зверю сбежать. Жительница Крыма Анна Веселовская отдала сердце бездомным собакам еще 10 лет назад. Тогда подкармливала бродячих животных возле своего дома в Симферополе. Постепенно на угощение стало приходить все больше собак. И Анна решилась продать квартиру и купить частный дом в селе Мраморное. Так у нее появилась большая огороженная территория, где сейчас живут 43 собаки. Безусловно, на это все уходят все средства, которые есть. Спасибо моему мужу, что он мне не отказывает. Анна подбирает раненых и больных животных. Говорит, не задумывается, что будет делать потом. Главное – помочь несчастным четвероногим. Если я подбираю больное, сбитое животное, дальше идет длительный цикл лечения, клиники, операции, выхаживания. И только когда животное восстановится, потом даются объявления о раздаче. По словам Анны, пристроить собак к новым хозяевам удается редко. Но она не теряет надежды. В ее доме также нашла приют 51 кошка. Кошек я практически не отдаю, потому что просто у меня не доходят до них руки заниматься еще кошками. В основном собаки. Немного на самом деле. Они мне не мешают, кошки. Кот, в принципе, это хранитель домашнего очага, считается. Анна помнит историю каждого своего питомца. Всех одинаково любит и обо всех заботится. В планах открыть реабилитационный центр для раненых и больных животных. Пока его нет, женщине помогают волонтеры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин